К концу года в России должен появиться инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, говорится в размещенном Росфинмониторингом заказе на сайте госзакупок. Стоимость сделки составила 195,5 миллионов рублей. Главная цель контракта – помочь ведомству в борьбе с отмыванием денег. Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную единую информационную систему. В итоге должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной финансовой деятельности, в том числе с использованием криптовалют. Какие именно цифровые валюты станет отслеживать Росфинмониторинг, в заказе не уточняется. Правительство Индии составило список товаров, которые страна может экспортировать в Китай, чтобы заместить поставки из США. В перечень вошли более 40 видов продукции, в том числе свежий виноград, хлопковый пух и табак. Еще как минимум 80 видов товаров имеют высокий экспортный потенциал. КНР на данный момент является крупнейшим торговым партнером Индии, при этом индийский дефицит в торговле с Китаем составляет 63 миллиарда долларов. И в Дели рассчитывают, что новая программа экспорта может сократить этот разрыв. Правительство Индии также поручило отдельным министерствам и ведомствам проработать стратегию повышения производства и экспорта в тех отраслях, где у Индии есть явные преимущества перед другими странами в отношении поставок в Китай. Китайская платформа для удаленного сельскохозяйственного мониторинга начала предоставлять услуги в 147 странах и регионах мира, сообщает агентство Синьхуа. Платформа под названием «Пассивной дозор» была запущена в 1998 году. Она базируется на спутниках наблюдения и наземных станциях, которые позволяют независимо друг от друга оценивать рост зерновых, а также урожайность. КНР также запустила программу цифрового пояса и пути, благодаря которой Поднебесная сможет применять сельскохозяйственный мониторинг в странах нового шелкового пути. Жители небольшой бразильской деревни Апеус стали свидетелями странного явления. В небе неожиданно появилось огромное черное кольцо. Происшествие вызвало панику среди жителей, которые решили, что настал час апокалипсиса. Подобные темные круги замечали прежде в небе над Россией, Казахстаном и многими другими странами, однако никому так и не удалось с точностью определить их природу. Некоторые специалисты выдвигают гипотезу, будто речь идет о кольцах дыма, выпускаемых трубами заводов и электростанций. Сторонники сверхъестественных теорий считают, что перед нами результат деятельности представителей внеземной цивилизации или порталы в иные измерения. В Южноафриканском национальном парке Крюгера участники сафари запечатлили на видео, как мимо них по дороге прошел прайд львов. Путешественник во имени Рэм Гойл сообщил о том, что стая хищников, в которую входили более 15 львов, преградила путь машине с туристами ранним утром, когда в парке других автомобилей еще не было. Гид специально съехал на обочину, чтобы освободить им путь. Через несколько минут животные сошли с дороги. По словам очевидцев, посетителям национального парка впервые удалось увидеть и снять на дороге настолько крупный львиный прайд.